Перед тем, как записывать для вас видео, я сходила в магазин и купила там вкусняшек, которые не только поднимут настроение, но и вдохновят меня на идеи. Ребята, всем привет! Рада вас видеть на своем канале. Сегодня в этом видео буду показывать, что же можно рисовать в скетчбуке, поделюсь с вами идеями. Хочу сказать, что у меня на канале есть еще несколько видео, где я показываю, рассказываю, что же можно рисовать в своем скетчбуке. Уверена, что вы что-то найдете для себя там, в тех видосиках, и начнете свой творческий процесс очень плодотворно, и уверена, что ваш скетчбук в ближайшем времени будет полностью заполнен, и не останется ни одного чистого листочка. Если вы еще не подписаны на мой канал, скорее подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить интересного на моем канале. Сегодня будет новая порция идей, так что подготовьтесь, возьмите горяченький чаек, вкусняшки, потому что это видео будет интересным и также будет очень вкусным, потому что там у меня в видео будут конфетки, которые я буду вам показывать. Я уверена, что у вас разыграется аппетит не только покушать что-нибудь сладенького, но и что-нибудь нарисовать. Не дадим ни одного шанса белым листочком остаться в тетрадке. И первое, с чего я хочу начать, это идея срисовывания персонажей из упаковок. Я нашла два вида конфет, где есть персонажи, потому если вам очень понравилась упаковка или обертка, вы можете ее перерисовывать в свой скетчбук. Можно даже экспериментировать, добавлять что-то свое. Больше давайте волю своему воображению, старайтесь не сковывать себя и не загонять в определенные рамки. Когда рисуете в скетчбуке, старайтесь делать упор не на красивой картинке, а на идее. Будет идея, будет и красивое оформление, техника и прочее. Как на упаковке нарисованы. Вкусные очень. Сейчас попробую нарисовать этого кота. Кушаю конфетку и продолжу рисовать. Вот такие мишки у меня получились. Здесь я попробовала нарисовать своего медведя, то есть как он будет выглядеть в моем стиле. И получилось намного интереснее, и мордашка более красивая, потому что этот медведь мне как-то не очень нравится. Может в 3D он смотрится отлично, но в рисовке он как-то мне не зашел. И нарисовала лапки, то есть в одной лапе у нас упаковка конфет, а другая лапка достает именно вот эту кругленькую конфетку сладенькую. И здесь еще нарисовала одного кота, то есть у меня получилось снизу три котейки и медведи. В скетчбуке можно рисовать различные туториалы. Я вот, например, здесь рисовала руки. Частично пробовала рисовать ноги и немного туловища. Также я здесь сделала небольшие пометки. У меня здесь написано, что существует такая основная линия движения. Вы можете всегда сюда обратиться на эту страницу и посмотреть, что вы выучили, что для себя отметили. Ну и также, если вы будете кому-то объяснять, как рисовать руки, у вас всегда будет конспектик под рукой, который вы уже заранее сделали. Также в моем стареньком скетчбуке у меня есть несколько позиций рук, которые я рисовала, пробовала, экспериментировала. Некоторые я обвела черным лайнером, а некоторые оставила карандашом. Вы можете рисовать на различные праздничные тематики. Припустим, вот Новый год, сейчас будет Валентинов день. Можно придумать какие-то сюжеты, связанные с этим праздником. День влюбленных, например, рисовать какие-то сердечки, придумывать различные текстуры для этих сердечек. Здесь у меня есть картинки, посвященные ко дню рождения. Также у меня здесь есть Новый год. Здесь у меня в старом скетчбуке тоже есть, я рисовала в прошлом году события Нового года. Также можете рисовать своих персонажей, если они у вас есть, или брать персонажей из мультиков, делать фан-арты, их привязывать к празднику и создавать такую вот праздничную атмосферу. Здесь я рисовала фан-арт на мультик Frozen. Ходила на этот прекраснейший мультфильм, мне он очень понравился. Вдохновившись Эльзой, я решила ее нарисовать немного в своем стиле. То есть здесь я ее нарисовала в такой вот толстовке и юбочке. То есть придумала сама и наряд. И с правой стороны я ее нарисовала уже более в таком классическом варианте, как она есть в мультике, с такой вот прической, косичкой и ее вот этот наряд. Также вы можете оформлять свои страницы скетчбука различными наклейками, как-то разрисовывать интересно, чтобы это вас больше вдохновляло для творчества. Не обязательно здесь должны быть только наши рисунки, вы можете использовать различные наклейки, также различные вырезки, чтобы потом можно было это посмотреть, перерисовать. Вот, припустим, красивая веточка с шишкой, ее потом можно нарисовать. Она очень красива в таких пастельных оттенках. И когда у меня будет время, я ее просто перерисую. В продолжение темы фан-артов вы можете рисовать различных знаменитостей или просто брать популярных актеров, певцов. Здесь я нарисовала пони, это бьюти-блогер из Кореи, очень популярный блогер. Мне очень понравилось, как она делает макияжи, также мне понравилось, как она делает видосики. Сам монтаж и вообще, как она преподносит, это мне безумно понравилось, и я решила ее нарисовать. У меня есть вот такие вот палитры цветов. Я их покупала у нас в строительном магазине, так как в художественных магазинах у нас таких вещей не продают. Вот, я выбрала три штучки. И еще у меня есть одна штучка, которую я уже разрезала на несколько кусочков и применила в своем ежедневнике. Если вы еще не видели оформление моего ежедневника, рекомендую посмотреть. Там очень много чего интересного. Ссылочку я вам оставлю сверху и в инфобоксе. Можете зайти посмотреть. Это очень хорошо прокачивает ваше умение и понимание сочетания цветов. То есть, я сидела, подбирала, какие стикеры сюда подойдут по цветовой гамме. И все это комбинировала в один листочек. Также я придумала, что в этом цвете у меня будет картинка. И на этом цвете я тоже буду рисовать картинку. То есть, здесь я уже карандашом нарисовала цветочки, которые у меня идут в этом стикеры. И нарисовала окна. То есть, так как у меня вот здесь снизу на нижнем стикере есть часть окна, здесь у меня будут окна. Сейчас мы сделаем свою собственную цветовую раскладку, которую можно будет вклеить в скетчбук. Конечно же, можно нарисовать такие вещи сразу же в самой тетрадке. Но в этот раз я решила поступить немного иначе. Теперь нашу готовую плашечку с цветом клеим в скетчбук. И начинаем рисовать картинки, которые очень хорошо ассоциируются с данной палитрой. Вы можете также пробовать, экспериментировать. Это очень хорошо развивает фантазию. Вы берете какую-то определенную палитру цветов и под нее рисуете картинки. Идея для вашего скетчбука. Вы можете рисовать различные волосы. Можете пробовать с формами, с прическами, с цветом. Вот у меня здесь пустое место. Я еще не придумала, какие здесь у меня будут волосы. Если у вас есть какие-то идеи, напишите мне в комментариях, какую прическу мне здесь нарисовать. Возможно, вы мне поможете. И я быстрее заполню эту страничку. Следующее, что вы можете рисовать в своем скетчбуке, это такие кратенькие истории. Кстати, у меня есть видео на канале, где я читаю свой комикс. Там целая тетрадка, целая история. Кстати, можете зайти посмотреть. Очень интересно, забавная история. Субтитры сделал DimaTorzok Здесь я оставила свою палитру, на которой я подбирала цвета, там намешивала какие-то оттенки. И мне он показался таким очень интересным. Я его решила здесь оставить. Они очень классно смотрятся на самом деле. В этом что-то есть. Он очень хорошо сочетается с моей картинкой. И еще здесь добавила немного декоративного скотча. И последнее на сегодня, что я вам покажу. Можно рисовать различные эмоции. Например, у вас есть какой-то один определенный персонаж. И вы уже рисуете с ним различные позы, эмоции. И еще я здесь применила цвет, который у меня больше ассоциируется с данной эмоцией. Это очень хорошо тренирует ваше понимание эмоций. Также в своем старом скетчбуке я рисовала глаза. Точнее, передавала эмоции с помощью глаз. Как говорят, что глаза это зеркало души. Что происходит у нас внутри, то отображается в глазах. Не только жесты и мимика передают эмоции, но и глаза играют немаловажную роль в полном образе. Поэтому нужно тоже тренироваться, изучать, смотреть. У меня здесь есть различные варианты глаз. Я даже не просто рисовала эмоцию, а даже подписывала какой-то такой кратенький текст. Например, злой, злые глаза. И снизу написано, ты еще здесь. То есть он настолько разозлен. Типа спрашивает, ты еще здесь? Если хотите поделиться своим прекрасным творчеством со мной, отмечайте меня в инстаграме. Я обязательно посмотрю. И самое интересное выставлю у себя в сторисе. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, оно вам очень понравилось. Желаю вам хорошего, яркого, позитивного настроения на целую неделю. И увидимся скоро в новых видосиках. Всем пока!